Всем привет, с вами Федос Дихлофос Сейчас майские праздники, у меня каникулы, поэтому я буду делать для вас видосы, стараться делать чаще Я сменил локацию, вот у меня теперь тут ковры И сегодня мы будем снимать видосы про фингерборд, вот эту вот штуку Буду делать 5 трюков для новичков и вам про них рассказывать, как их делать Так, сменил я ракурс, надеюсь, всё видно, камера не упадёт Первый трюк это Оли, Оли это трюк, это в смысле прыжок обычный, вот такой вот Когда мы едем, щёлкаем и прыгаем Этот трюк вам нужен для других трюков, то есть там для того же клипа О, камера улетела сразу же, ну, кайф, конечно Для клипа, например, и всяких других трюков там, которые будут дальше в видео Это основной первый трюк, если не считать всяких вот таких трюков, вот таких трюков, всяких там бочек Вот эти вот все шляпы, которые за день, за 5 минут учатся, это тоже, конечно, прикольно Но, самый первый трюк серьёзный, это Оли Краткая обучалка Учимся щелчок, то есть там, ну, в основном все как делают Основно все, вот 190, 90% обучалок в Ютубе Это лежит книжка или любая другая фигня Там подъезжает чувачок вот так вот Типа вот так вот на уголок ставите вот так вот, опа И учите щелчок Я научился другим способом Каким способом я научился Я вам сейчас не буду говорить, просто такой трюк есть Если вы хотите, чтобы я сделала обучалку на Оли, то пишите в комментариях Ну, или просто я в будущем сделаю То есть Оли, это база, это просто прыжок Вот Оли можно делать низкая А можно делать высокая То есть это уже от вашего скилла зависит Я научился Оли приблизительно за месяца два катания Сейчас я уже катаюсь, не знаю, сколько Ну, скоро год, наверное, будет Летом Потому что я прошлым летом начал кататься Блин, первый трюк уже две минуты Второй трюк это ванетти То есть 180, это градусы То есть какие-то... Когда ты научился Оли, ты будешь пробовать ванетти Ну, или хотя бы 90 Сейчас подвину камеру, чтобы еще лучше было видно О, так вообще классно Надеюсь, не упадет телефон То есть ты едешь, делаешь Оли, щелкаешь И как бы, если у тебя хорошо тянет нождак Ты сможешь легко его вот так завернуть Ну, конечно, не ровно на 180 Вот, это 180 Это тоже базовый трюк Он достаточно простой Если ты умеешь Оли, не обязательно уходить вот такой огромной Оли Можно уметь просто Маленькое, небольшое Оли И тогда у тебя будет получаться 180 Это прикольный трюк Например, есть та же книжка Вот По которой ты научился, например, Оли Вот у тебя книжка И ты на нее просто запрыгиваешь Оли А ты можешь на нее запрыгнуть, например, на 180 Или на бэкстайд Но это уже в будущем Когда научишься кататься Градусы можно делать в разные стороны Если пока у тебя не получается 180 Можно делать 90 Вот так В этом смысла особого нет Но если ты хочешь научиться 180 Для тебя 90 Это будет хоть какая-то мотивация Вот Идем дальше Следующий трюк Третий по счету Это шовет Шовет Это тоже базовый трюк Разберем обычный шовет Я сам не силен в этих шоветах Мне не особо нравится Мне больше нравятся флипы Там всякие типы кикфлипа Которые я сейчас не сделаю Вот Больше нравятся такие трюки Ну, короче, вы поняли Значит Шовет Как выглядит Вот это самый классический Обычный Самый простой Новичковский шовет Без щелчка Просто Самая краткая обучалка Берешь свои два пальца Ставишь их на фингерборд И этот палец ведешь на себя А этот палец поднимаешь То есть Вот такое движение делать Мы не будем разбирать Трех ушавет Когда фингерборд На 360 проворачивается А разберем Когда он проворачивается На 180 Как бы само движение Вот такое Вот Ну, вы поняли Также есть другие шоветы Но они нам сейчас не нужны Пока начнем С базой Оп Вот есть, например Бэксайд шавет Шавет Но он лишает Эти трюки В принципе Вот ты научился Оли В принципе Сразу можно научиться Ванетти Можно научиться Шаве Оли И Ванетти Буквально Ну Если у тебя прям Ну, вообще прогресс Штука Индивидуальная Во всех этих видах Спорта Это вид спорта Действительно Это не игрушка Не говорите, что это игрушка Потому что Чтобы сделать Оли Или Китлип Или Ванетти Тебе надо приложить Какие-то свои усилия Вот Идем дальше Четвертый трюк По счету Это уже Хороший Трюк Ну, все эти трюки Хорошие Это трюк на грани Это Грань У меня перила Как бы Не перила Это Карстоп Это скольжение Это прикольный трюк Который вам Пригодится в будущем Я не стал брать Фифтин Потому что это бред Типа Ты просто Запрыгиваешь на грани И вот так скользишь Вот Я взял Файво Файво Трюк простой То есть Этот трюк Не требует Какого-то Особого Скилла Он даже Легче Чем Ванетти Ну Мне так кажется То есть Трюки Распределены Не по сложности Просто я взял Я взял Пять трюков И их Распределил Трюк простой Вот так Оно Выглядит Можно сделать Фейки Файво Еще Если ты научился Оли Можно сделать Фейки Оли Это В принципе От Оли Никак Отличаться Не было Вот Чтобы сделать Файво Не нужно Каких-то Супер Скиллов Вот грань И ты на нее Должен Запрыгнуть Вот в такое Положение То есть Вот есть Мэнон Когда ты Деешь на Переднем Колесе Я надеюсь Это всем Понятно И ты То же самое Делаешь Только на грани То есть Ты запрыгиваешь Вот в такое Положение И гриндишь И сходишь Новички Делают Вот так Вот Так Не надо Делать То есть Зачем Вы делаете Оли В конце Чтоб Сойти Сойти Можно Просто И все Не надо Делать Оли В конце Ты же Не делаешь Там Файво На Кик Флип Вот Если Ты делаешь Файво На Кик Флип Или На Какой-то Другой Трюп Или Например На Шайв Туда Тебе Надо Щелкать А Если Просто Делаешь Файво То Щелкать Тебе В конце Не Надо Я Надеюсь Это Ясно Последний Трюк Будет Во Флоту Этот Трюк В принципе Не Для Новичков Но Это Такая Хорошая Мотивация Будет Вперед Это Кик Флип Кик Его Учился Наверное Месяца Четыре Ну Достаточно Долго Я Учился В принципе Его Возможно Научиться Недели За Две Или Даже Меньше Если Вы Супер Фингербордист У вас Супер Ловкие Пальцы Вы За День Это Все Научились Как Выглядит Кик Флип Кик Выглядит Вот Так На данный Момент Это Мой Самый Любимый Трюк Он У 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 И Вы Научитесь Но Я Извиняюсь Самая Вообще Простая Обучалка Это Мы Ставим Вот Так Вот Пальцы И Я Даже Не знаю Как Это Объяснить Немного Отводим Назад И Щелкаем И Наш Фингерборд Делает Вот Так Переворот И Приземляется Вот Так Я Обычно Отвожу Его Назад Вот Так И Он Начинает Щелкать Оп И Вот Видите Он Сделал Кикфлип Закрут Я На самом Деле Вам Сейчас Так Просто Это Не Объясню То Есть Так То Ваша Задача Вот Так Его Повести Как То Вбок Что Он Сделал Кикфлип Вберите Обучалку Все Научитесь Там Все Понятно Вам Объяснят Не То Что Я И Сейчас Я Вам Покажу Пару Применений Как Можно Использовать Пять Трюков И Трюков Вы Сможете Достаточно Прикольно Кататься Я Надеюсь Вам Понравился Этот видос Вы научились Какие-то Хотя бы Из этих Трюков Если Вы Все Научились То Вы Красавчик И В принципе Навряд ли Сразу Со Старта Вы Научитесь Кикфлип Потому Что Это Достаточно Сложный Трюк Так Что С Первый По Четвертый Трюк Это Ну Легко А Пятый Трюк Это Уже Так Надо Покататься Немного Если Вы Хотите Вторую Часть То Я Ее С Удовольствием Сниму С вами Филос Дихлофос Всем Пока